приветствую вас на канале дорогие друзья это новое видео серии хочу свой дом и сегодня поговорим об интересных вещах давайте начинать поехали и сразу скажу что если вы хотите приобрести участок и он и же с понравившись вам участок и же с я поздравляю вам очень крупно повезло действуйте покупайте стройтесь и дай бог чтобы у вас все было хорошо и же с это в любом случае лучше чем снт в большей степени я сегодня вам расскажу нашу с вами историю нашу с нами историю которая произошла с нами в республике крым при приобретении соответственно участка и после его на приобретение что было какие нюансы предостереди передаст и речь вас на какие нюансы вы сможете натолкнуться если вы находитесь на территории ваша собственность находится на территории снт и так друзья вы должны почитать немножко ознакомиться с законом 217 федеральный закон в нем прописаны основные понятия что такое садовое товарищество и все что с этим связано вкратце это юридическое лицо со своим председателем со своим правлением со своим официальным счетом в банке со своим уставом и так бы это уяснили продолжаем дальше приобретая участок у покупателя у продавца точнее вы должны поинтересоваться о самых главных вещах это о коммуникация друзья ну посмотрите на самом деле вы не сможете жить без воды и света если есть газ это тоже хорошо это в любом случае без газа еще можно как-то обойтись а вот без воды и света нет итак самое главное что вам стоит уяснить что приобретая участок на территории s&t эта частная собственность но и вода и свет это собственности которую делали соответственно не собственности это не час собственность это и моменты которые делались участие участников этого садового товарища то есть первый момент который вы должны спросить у продавца это оплачен или целевые износ что такое целевой износ вот так когда-то скидывался и строил линию электропередач все участники скидывались это ли не электропередачи соответственно стоит кто-то когда-то прокладывал водопровод все участники садового товарища скидывались и этот водопровод есть на границе участка что такое водопровод коммуникации на границе участка очень хорошо если вы выбрали себе участок и в объявлении и в реалиях когда вы приехали его смотреть у вас есть электрический столб электрический счетчик соответственно пожалуйста подключайтесь и пользуйтесь хорошо если у вас есть гидроузел есть колодец и счетчик опломбирован пользуйтесь на такие моменты я думаю не стоит уделять внимание то есть если есть если это входит все состав вашей сделки очень хорошо но в основном на территории крыма продаются участки где пишется я не знаю как на большой земле но в основном пишется так участок такой секой столько-то соток очень хорошую море рядом коммуникации вдоль участка по границе участка что это такое если это садовое товарищество соответственно вы должны в первую очередь спросить уплачены ли если вообще долги за этим участком а что такое долги а долги садовых товариществах могут быть по нескольким категориям первую очередь это членский взнос предыдущий хозяин должен был в каждый год если он составе этого садового товарищества оплачивать членские взносы членский взнос определяется в каждый год на ежегодном собрании и в среднем по россии является от 2 до 7 тысяч рублей в зависимости от собрания от решения собрания сейчас в крыму это в среднем 4-6 тысяч рублей в год вы оплачиваете непосредственно то есть предыдущий хозяин должен был платить эту самую сумму в каждый год если он являлся членом этого сообщества если целевые взносы уплачены если долги по целевым взносам второй момент что такое целевые взносы я вам объяснил ранее то есть скидывался он на коммуникации скидывался на воду скидывался он на свет если это все оплачено очень хорошо если вам продавец говорит вы опять же речь идет о том что мы выбираем с вами участок на территории снт и конкретно допустим в крыму если вам продавец говорит да все хорошо брат все хорошо участок чистый документы в порядке подводных камней нет сервитутов ограждений наложений каких-то нет садовое товарищество вот смотри стол стоит рядом а вон тут сосок торчит обязательно требуйте документы отсутствие долгов по членским взносам и отсутствие долгов по целевым взносам по сути членские взносы наверное в большей степени вас волновать не будут но есть нерадивые председатели которые попытаются вам навесить эту самые эти самые долги если вы не позаботитесь о предоставлении этих справок чтобы вам их предоставили то есть мы получаем справку об отсутствии долгов по членским взносам получаем справку об отсутствии долгов по целевым взносам и вы должны понимать что на территории садового товарищества все что стоит это условно говоря было когда-то кем-то сделан для того чтобы мы не берем ту ситуацию когда вода и свет уже на территорию участка вы просто подключаетесь и пользуетесь мы берем только ту ситуацию когда вода и свет по границе участка как конкретно в нашем случае далее вам расскажу ситуацию с которой столкнулись конкретно мы в небольшой степени это некий беспредел который действует до сих пор 2020 году на территории республики крым сейчас я нахожусь на нашем садовом участке на земельном участке который находится в частной нашей собственности коммуникации тут вдоль границы участка при продаже при покупке при выборе участка нам было сказано ну вот пожалуйста тут сосок вот столб членские целевые взносы уплочены мы потребовали справку нам их дали дальше нам сказали что вы будете должны вступить в общество для чего для того чтобы вам председатель этого общества сделал комплект документов чтобы вы официально подали эти документы допустим в рез в крым энерго где вы будете просить заявление на техническое присоединение по электричеству по поводу воды вызовите сантехника вот вам телефон и он приедет опломбирует все хорошо мы какие-то без проблем сколько это стоит нам сказали но вступительные взносы садовое товарищество которое находится здесь 35 тысяч рублей платится единоразово мы такие думаем ну ладно бывает сумма немаленькая для нас она существенная 35 так 35 приобрели участок заключили сделку все официально документов порядке соответственно все хорошо приезжаем спустя полтора месяца для начала строительства начинаем созваниваться с председателем и говорить здравствуйте уважаемый председатель я просто сейчас не буду озвучивать фамилия и имена для того чтобы просто оградить себя от каких-либо проблем потому что на самом деле в какой-то степени я могу опасаться за свою жизнь за свою за жизнь своих близких потому что на самом деле это не совсем прикольно что происходило дальше так вот я звоню и говорю здравствуйте уважаемый председатель здравствуйте вот так и так мы собственники участков в вашем садовом товариществе х Foi бы с вами встретиться у меня так стоп 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 во первых я в отпуске во вторых я по телефону скидывайте мне пожалуйста сканы корни документов сканы копии ваших паспортов кто вы и что вы после этого оплачиваете вступительные взносы вот эта сумма нам озвучивается в 35 тысяч рублей после этого я с вами свяжусь и наверное может быть мы такие опа ну как бы да мы готовы оплатить говорим да без проблем давайте на 15 минут встретимся там чё господи ситуация все таки кому деньги то отдавать при вас нажмем кнопку оплатить это не нет 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 мне никогда и так далее так далее вот есть счет на счет кидайте деньги деньги мне лично в руки не надо давать в общем все мы думаем ну ладно хорошо ну тут сразу закралась такая мысль еще мы никуда ничего не платили мы договорились ступить сообществом нам озвучили озвучили ценник ступительных взносов я вот сейчас это все рассказываю и меня немножко внутри потряхит потому что еще мы ничего никому не отдали но с нами уже не хотят разговаривать как это как это блять получается извиняюсь за мой французский что человек который по сути должен быть заинтересован что к нему в обществу в принципе приходят новые собственники он должен хотя бы 10 минут 15 минут 5 минут времени уделить когда ему удобно я не говорю есть понедельник в три часа давай я спрашиваю когда вам удобно я позвонил раз мы позвонили мы позвонили все эти три раза нас почти просто игнорили все для того чтобы вы сначала оплатите а потом будем с вами разговаривать пока суть до дела приезжаем участок пока отбиваем точки интересуемся разговариваем соседями может быть кто-то предоставит на время строительства розетку и так далее ну чтобы подключать электроинструменты и как говорится строится и заходя в один из дворов просто интересуясь по этапами по строительству потому что понравился забор еще что-то мы сталкиваемся с людьми которые оказываются это участок где живет председатель только председатель не тот который с нами не хотел разговаривать от другой председателем и так выясняется что тот массив который сзади меня на этом массиве находится общество 3 садовых товарищей у нас если честно после разговора с этим председателем то есть мы пришли просто поинтересоваться и так процессе разговора выяснили что это председатель мы такие вот у нас какая-то ситуация что мы вот не можем с председателем и нам начинают говорить такие вещи о которых у нас просто стынет жилах крови тот человек который просил нас оплатить 35 тысяч вступительных взносов уже действовал незаконно потому что с определенного момента если я не ошибаюсь поправьте меня в комментариях с 1 января 2019 года вступительные взносы в садовое товарищество отменены все требования внести вступительные взносы являются незаконными и не имеющими под собой оснований мы уже немножко прифигели как говорится присели передохнуть перекурить нам говорят дальше что люди которые приезжали сюда и начали покупать участки для строительства там для ведения какого-то гостиничного бизнеса без разницы для чего постройки дачи жилого дома гостиницы они сюда начали приезжать который здесь был который вот непосредственно рассказал нам они приехали и столкнулись с этим беспределом сделали альтернативу сделай они не захотели платить и не захотели чтобы мы даем а дойка происходит следующем нам сказали что 35 тысяч которых вам с которых вас незаконно требуют нельзя требовать 35 тысяч вступительных взносов что нет вступительных взносов это на этом этот председатель не остановится он очень любит деньги любят чтобы эти деньги к нему несли собственники земельных участков и поэтому я пишу это видео для того чтобы предостеречь вас что если вы в пригороде больших в большой феодосии на каких-то землях приморского берегового или еще где-то в садовых товариществах будете приобретать или вам понравилось вот земля понравилось как и нам потому что шикарный пляж хорошая погода потому что здесь все хорошо кроме вот конкретно определенную определенного круга лиц когда вот ты начинаешь это в этом вариться начинаешь в этом во всем быть частным и ты понимаешь что вот те слова которые нам сказали дальше он на этом сказали не остановится мы здесь приехали вот нам рассказал председатель да мы здесь приехали когда столкнулись с тем что дай за это зай за это дай за это вступительные целевые туда-сюда и каждому участку сверху плюсом примерно сотку сто пятьдесят я говорю о тысячах рублей накручивают и потом соответственность тебя эти деньги вытягивают потихоньку не потихоньку вытягивать нам сказали что вы заплатите 35 вступительных после этого когда вам нужны будут а без для чего я вам объясняю для чего нужны эти вступительные взносы по сути тебе надо вступить в садовое товарищество только лишь для определенных документов для того чтобы тебе председатель этого общества дал справку о том что он есть сети он выделяет тебе до такое-то подключение до таких-то киловатт ра-та-та-та-та-та-та-та все ты можешь быть садоводом индивидуалом если у тебя уже на территорию участка есть коммуникации и всплевать ты хотел на садовое товарищество ты можешь не вступать также будешь платить какие-то деньги но ты можешь не вступать так вот непосредственно нам надо получить эти справки нам надо вступить сообщество получить вот эти документы и как говорится жить спокойно нам рассказывают вы заплатить 35 потом вам скажут хорошо когда вы придете за справочка 5 киловатт вот по законам до 15 киловатт вы имеете право заявиться получить до 15 киловатт электроэнергии на своем приусадебном или другом участке и же ну вам скажут 5 киловатт вот тот председатель который с вас требовал 35 вступительных он скажет 5 киловатт это по дефолту а все что свыше вы знаете у нас подстанция там мощность надо наращивать в общем смысл в том что за каждый киловатт 4000 рублей подсчитайте 10 киловатт на 440 тысяч сверху для того чтобы он справки указал то что вам надо которую вы по сути имеете право получить на бесплатном основании мы тут присели второй раз и те вещи которых о которых нам рассказывали дальше о тех людях которые столкнулись с тем председателем нам рассказывали далее у нас все больше и больше вставали волосы дыбом и нам сказали в конце разговора мы никого ни к чему не принуждаем здесь есть три общества и вы вправе решать куда вам пойти так вот друзья я вас предостерегаю именно к этому моменту вы всегда вправе приехать на участок если он вам понравился потребовать документы об уплате всех членских и целевых взносов если они не уплачены договариваться о скидке для того чтобы компенсировали этими деньгами эти вступительный взнос у нас были получены справки о том что у нас уплачены целевые взносы но нам пытались навялить то что не должны были навялить то есть оплату вступительных взносов и когда в процессе дальше я разговаривал непосредственно с этим председателем точнее с одним из членов правления этого общества привет тебе сергей огромное если смотришь это видео он нам говорил оплачивайте строго по квитанции знаете чё в квитанции то написано андрике танцы написано 35000 добровольное пожертвование то есть на развитие сообщества на развитие общества то есть я должен быть они не подписываются себе под уголовную статью на вымогательстве на самоуправство они просят указать в указание в назначении платежа и как добровольное пожертвование на развитие общества друзья вы понимаете они знают что они вымогают ли из людей деньги пытаются каким-то образом обойти закон лишают денег лишают не то что последних денег а пытается заработать себе и все это прикрываются опять же какими-то ну мы же строили ребята не выстроили строили об люди которые здесь жили которых в котором выдавали участки с которых вы также в свое время при украине тянули деньги как говорится гроши да и вы пытаетесь с каждого последующего собственников вытянуть вступительные целевые так далее так далее люди которые не знают начинают их вот так вот доить 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 и доить и доить в 2020 году благо спасибо тем людям которые нам объяснили что по сути это нереально это беспредел у вас есть правка целевых оплаченных у вас есть право собственности какие проблемы если вы хотите вступить к нам сообщества без проблем пишите заявление вступайте оплачивайте членские годовые взносы в размере 4000 рублей и без проблем мы вам выпишем справки нам справки выписали в течение 15 минут 15 минут для того чтобы мы подались электронно на получение 15 киловатт за 550 рублей оплаты понимаете вот с такими нюансами вы столкнетесь если вы рассматриваете можете столкнуться надо быть всегда во всеоружии и так подведем итоги если вы хотите приобрести участок на территории садового товарищества вы должны в первую очередь ознакомиться с председателем этого садового товарищества вы должны у него спросить если долги за этим садовым участком за земельным участком если долгов нет соответственно предоставить справки о том что уплачены все целевые взносы есть и долги есть он должен рассказать вам что целевые взносы на воду 40 тысяч на воду на свет 25 ну к примеру да как в нашем случае и уже с продавцом договариваться либо он снижает цену либо вы будете рассматривать другую другие участки далее обязательно перед сделкой возьмите эту справку эта справка вам будущем также как и нам пригодится никогда не ведитесь на развод по деньгам если с вас пытаются взять лишние деньги как нашем случае это вступительные 35 и что будет последующим было бы мы естественно туда не вступили мы пришли в сообщество где нам все это рассказали и сказали друзья 4000 рублей это у нас ежегодный вступительных у нас нет ежегодно согласно регламенту согласно решением собрания у нас принято 4000 в год оплачиваете все оплачиваете на счет мы тут же записали заявление что мы вступаем сообщество это бы мы никуда не вступали только для того чтобы получить эти справки на основании заявления о вступлении оплачиваем членские взносы годовые и нам тут же выписывают комплект документов чтобы мы смогли заявиться на коммуникации это вода и свет друзья спасибо что посмотрели это видео до конца ставь лайк заходит солнышко дизлайк если не понравилось но я думаю эта информация будет полезна каждому мы совсем скоро увидимся это онлайн стройка в крыму где мы строим проект хочу свой дом в следующем видео мы поговорим с вами о такой важной вещи как безопасность совсем скоро увидимся всего доброго пока пока а